Всем привет! Сегодня день траура в Одессе после вчерашнего ракетного удара. 20 человек погибло, десятки ранены и возможно эта цифра увеличится. Это очередная трагедия, которую принес русский мир. На самом деле террористы, потому что ну только террористы, такая классическая террористическая тактика, когда они ударили, а потом ударили снова в то же место через 10 минут, когда туда прибыли спасатели. Кто еще что-то не понимает про русский мир, вот, знаете, свидетельство, кто они есть. Но этот русский мир хочет новых жертв. И в виде такой жертвы очень-очень у них просто течет слюна на Казахстан. И сейчас поговорим о Казахстане. Там произошло такое, вроде ничего, абсолютно ординарное событие, но, которое вызвало истерику на России и на московских болотах. Мордан кричит, просто брызжет слюной, показывает, какой он фашист и что они говорят на Казахстан. Ну а в конце будет хорошая загадка от казахской блогерши. Друзья, очень важное видео. Помогите мне поделиться. Лайк, шер, комментарий, подписка. Вы знаете, пишите, что вы думаете о том, что я расскажу. Те, кто из Казахстана, мне отдельно интересно почитать ваши комментарии. Алга Казахстан. Друзья, ну и кто может, присоединяйтесь к нашему сбору на дроны для сил специальных операций. Они очень важны, в том числе, чтобы отомстить за Одессу и за все наши другие города. Итак, друзья, начинаем. В Казахстане произошло, в общем-то, рядовое событие. Давайте, чтобы не пересказывать, покажу вам, значит, как о нем рассказывает Мордан. В Казахстане сотрудницу почты уволили за незнание казахского языка. Посетитель обратился к сотруднице Казпочты, значит, на государственном языке, на языке Великого Абая, как говорилось у нас. Но был не понят. Женщина обратилась за помощью в переводе к охраннику, значит, охранник перевел, объяснил, что посетитель просит помочь получить ему талончик для очереди. Ну, в общем, оскорбленный этот казахский гражданин написал на Ирину Алексеевну фамилию, я ее не вижу, жалобу. Ну, и, в общем, поскольку она не знала государственный язык, ее абсолютно по закону уволили. Ну, а теперь, друзья, да, ну вот, не знает государственного языка человек, как он может работать в государственном учреждении, которым является Казпочта. Никак, понятно, и там люди могут на своем государственном языке хотят, чтобы их тоже обслуживали. Ну, в общем, все понятно. Но не тут-то было. Значит, послушайте, дальше хочу, чтобы посмотрели на истерику Мардана. Ну, во-первых, конечно, это все, боже, там ужасно. Сейчас он, послушайте, что он кричит. Как так, мол, есть какие-то люди, которые говорят, что, да, русские должны, мол, за пределами России учить языки стран, где они находятся. Нет, для Мардана это кажется просто невероятным. Послушайте. Еще эта новость оказалась и ВКонтакте, где комментарии открыты. И вот что меня несколько шокирует, что у нас в стране существует довольно много людей, которых в просторечии именуют терпилами, а особо продвинутые называют их куколдами, которые тут же кинулись объяснять. Но она же не знала государственного языка, она же должна знать язык страны, в которой она живет. И тут я теряю до речи, извините меня. Дальше, посмотрите, как это просто фашист, Мардан кричит, что нигде русские никому ничего не должны, языки учить не должны. Понимаете, все должны только русским и России. А они никому ничего не должны и могут жить в других странах, пользоваться этими странами, но не учить языки. Послушайте. Русские люди, которые оказались на территории любой постсоветской страны, это мое глубокое убеждение, никому ничего не должны. Они оказались отрезанными от своей исторической родины. Представляете, у русских есть историческая родина. Лишь потому, что их предали и бросили в 1991 году. Их предал и бросил не один Горбачев и даже не один Ельцин, оба покойники. А бросили их там. Миллионы и миллионы их соотечественников. А мол, если, значит, от них этого где-то требуют, то тогда, если от них такое требуют, то тогда, мол, это, ну, вообще, тут должно вмешиваться очень жестко МИД и Россотрудничество. Послушайте. Ну, а то, что наш МИД должен на подобного рода вещи реагировать быстро, крайне жестко, вот что просто у всех происходило освежение мозгов, у меня в этом нет ни малейших сомнений. То, что этим вопросом и подобными вопросами должно заниматься Россотрудничество, но оно как-то у нас пропало опять вот из-за медиаповестки. Ну, я напомню, у нас есть целая государственная структура, которая вроде бы как день за днем должна заниматься поддержкой, помощью русским людям, живущим формально за границами России. Ну, просто, ну, просто совершенно безумец. Ну, и заканчивает безумец свой монолог о Казахстане тем, что, значит, мол, в Казахстане русским не рады, и молодые русские оттуда уезжают. Ну, конечно, не рады, когда вот таким вот безумцем, послушайте. Ну, для русских вообще там особой возможности нет получить нормальную работу и тем более сделать карьеру в Казахстане, это тоже не секрет. Поэтому уезжают оттуда молодые русские и остаются одни пенсионеры. Ну, вот так, которые отказываются учить язык, которые вообще не признают страну, в которой живут, и все остальное. Ну, в общем, ну, и вот вы видели настоящего фашиста, которым является Мордан. Ему Казахстан постоянно не дает покоя, постоянно. Конечно, очевидно, что у этой империи, зомби-империи, просто течет слюна на Казахстан безостановочно. И это нужно понимать. И там, кстати, в это время в Казахстане есть и другие интересные новости. Так, дочка, бывшая дочка Сбербанка России, которую после 22-го года и после введения санкций на Сбербанк, Сбербанк продал в Казахстане, прекратила обслуживать карты мира. Это вот эта российская платежная система. Все, больше она их не обслуживает. Вот такое письмо они разослали своим клиентам. Теперь в Казахстане остался только один банк. Это дочка российского ВТБ, которая продолжает обслуживать карты мир. Что такое название? Мир. У вас должны быть карты война называться, а никак не мир. Ну, в общем, такая новость, которая еще будет от нее пригорать у Мордана и таких, как он. И еще одна новость тут подоспела. Дело в том, что Такаев сказал, что Казахстану нужно перестрелить свой герб. Потому что там смешение стилей, есть остатки советского наследия в том числе. И это нужно убирать. Ну, про Такаева мы все знаем и понимаем, как он пытается сидеть на двух стульях. Тут для нас, к сожалению, ничего нового нет. Но при этом, как мы видим, даже Такаев в каких-то моментах пытается с теми людьми, кто в Казахстане понимает и все угрозы от России, и необходимость подальше от нее держаться, заигрывать. И от этого, конечно, еще тоже пригорит у российских пропагандистов. Ждем очередную истерику и брызгание слюной. Ну, а в конце я хочу поставить вам ролик казахской блогерши. И на самом деле народ Казахстана, конечно, все понимает, поддерживает Украину. И спасибо вам огромное за это. И вот хочу, чтобы вы посмотрели на хорошую загадку от казахской блогерши. Я не все знаю, но у меня есть для вас загадка. Отгадайте, кто живет всю жизнь в говне, но готовится к войне. За правильную отгадку возьмите с полки пирожок. Там два лежат. Один не трогайте, второй не берите. Слава Украине! Друзья, ну что, хорошая загадка, правда? Держим строй. Еще раз мои слова соболезнования всем родным и близким. Кто пострадал в Одессе, в других городах Украины от этих фашистов. Держим строй.